Цифровые технологии Цифровые технологии В Нягоне-Белоярском и Пытьяхе прошла югорская ярмарка ремесел. Мероприятие стало местом встречи юкорчан, предпринимателей и мастеров креативных индустрий. В Нягоне ярмарку открыл показ коллекции брендовой югорской одежды. Здесь же прошла выставка изделий ручной работы. Ремесленники представили изделия из глины и дерева, вязаные игрушки и многое другое. Участниками ярмарки стали около полусотни предпринимателей из Хантамансиска, Урая, Советского и Нягоне. Для посетителей организовали мастер-классы. Гости учились декорировать керамику, создавать дизайнерские шоперы, изготавливать топиарьи, варить мыло и многое другое. Все для того, чтобы поддержать предпринимателей и познакомить жителей Югры с товарами, произведенными в округе. Опыт, конечно, колоссальный. Приятно познакомиться с другими мастерами, показать себя. Это всегда новый уровень и всегда новые требования к самой себе, прежде всего, чтобы идти дальше и видеть востребованность и подтверждение того, что ты делаешь все правильно. Хорошее мероприятие. Спасибо организаторам. На самом деле, креативный бизнес сейчас является таким драйвером экономического роста и социальной стабильности. В нашем городе достаточно много талантливых, уникальных мастеров, ремесленников, предпринимателей. На территории города порядка двух с половиной тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Первый международный интенсив «Россия-Сербия-Медиашколы» пройдет в Ханты-Мансийске. Участников ждут встречи с ведущими экспертами в медиаиндустрии России и Сербии. Слушателями станут 30 человек, 15 угорчен и 15 жителей Сербии. Известно, что участников разделят на шесть команд после обучения. Они представят на питчинг командные медиапроекты. Обучение в очном формате пройдет в Ханты-Мансийске на базе «Медиашколы» с 12 по 16 июня. Программа бесплатная. Организаторы берут на себя расходы по проживанию, питанию, логистике во время обучения. Сейчас идет отбор участников. Подать заявку можно на сайте проекта. Мама, папа, брат, сестра, я и моя любимая собака. Таким стал девиз эко-забега в Сургутском районе. В этом году организаторы экологической акции решили спасать не только природу, а еще и животных. Каждому участнику субботника предложили привезти с собой собаку. Здесь же на месте ее бесплатно вакцинировать и чипировать. Итого в Барсово чисто побегать решили около 50 человек. Многие пришли целыми семьями, приучая таким образом детей не мусорить на улицах и соблюдать чистоту, принимая участие в общественных субботниках. Отмечу, эко-забеги прошли во многих муниципалитетах округа. 31 мая мы официально открываем нашу 21 акцию «Спасти и сохранить». Можно сказать, что уже почти все поселения Сургутского района проводят субботники, не дожидаясь официального открытия акции. Все активно участвуют, жители охотно идут тоже. Это очень радостно видеть, что все жители не остаются равнодушными к природе, к чистоте.